Доброго времени суток и сегодня Рыжкин смотрит царство падальщиков. Перед началом обзора хочу украсть у вас немножечко времени, дабы объяснить, что это вообще за рубрика у меня новая такая, Рыжкин смотрит. Здесь я буду советовать вам посмотреть то или иное кинцо, мультик, мультсериал или просто сериал, который мне понравился и на который, я считаю, стоит потратить свое время и внимание. При этом, я думаю, здесь будут еще и картины, на которые не стоит тратить время, дабы вы себя уберегли. Поэтому, если вы до сих пор не подписаны на мой канал, самое время подписаться. Вот самая реклама такая прям в самом начале. В общем, стартует моя новая рубрика с мультсериала «Царство падальщиков». Надеюсь, рубрика будет жить, да, и я ей здоровья. Что же насчет данного мультсериала. Давайте начнем с самого начала вообще, с чего началось это все движение, откуда идея. В 2016 году Джозеф Беннетт и Чарльз Гютнер. Я буду сюда иногда обращаться, тут у меня подсказка, просто эти имена я выговорить нормально не могу. Мне надо, видимо, с ними скороговорку учить. Так вот, в 2016 году два данных джентльмена выпустили короткометражку под названием «Падальщики». Это такая сюрреалистическая новелла, показывающая сюрреалистическую абстрактную планету, на которой живут два человека, мужчина и женщина, и вот взаимодействуют с планетой. Именно взаимодействуют с планетой. Планета живая. И вот в 2016 году они выпускают данный короткий метр. Их детище им нравится, и они решают, что идея-то классная, надо ее продвигать на, так сказать, голубые экраны, идти в телевизор. Начинается работа над сериалом, и в июне 22-го года коротким тизером сериал был показан. То есть он был уже отснят, смонтирован, коротким тизером в июне 22-го был показан. А вот 19 октября 23-го года состоялась премьера первой серии, и сейчас сериал полностью выпущен. Он уже пару месяцев как полностью выпущен, его можно посмотреть. Сам сериал состоит из всего 12 серий, которые идут по 25 минут, если мне память не изменяет. Ну, то есть стандартный тайминг для серии, такой коротыш. Соответственно, времени вы много на него не убьете. Да и вы, в принципе, времени не убьете, потому что данный сериал, он стоит того, что потратить на него время. Вы потратите не впустую. И вот теперь давайте я вам расскажу, о чем же этот сериал, что там происходит, чем он интересен. Ну и постараюсь без спойлеров. Начну со стиля рисовки. Внезапно у меня появляется кофе в руке. Я надеюсь, вы сейчас тоже что-нибудь приятного для себя употребляете. Например, мой контент. Так вот, рисовка. Она нестандартная, но нестандартная для Диснея, скажем так. То есть это не простой мультик, который мы видим на каждом шагу. Либо от Диснея, либо от Пиксар. Это не такая добрая мультяшная анимация. Это скорее комикс, который получил движение. Это выглядит так. Там не будет деталей на лицах. Там не будет прорисован каждый волосок. Там не будет пикселизации вот такая вот под микроскопом относительно крупных планов или задников детально проработанных. Такого не будет. Это больше такая пятновая графика. Ну, я говорю, как комикс. При этом яркие цвета. Но яркие не в плане яркости, как свет освещения. А именно прям такие контрастные, насыщенные, хорошие. Сама картина такая пастельная. Соответственно, глаз не режет. Вроде бы контраст, но при этом пастельность. Глаз не режет. Приятно. Это больше похоже для... Ну, если понимание, можно сравнить это с каким-нибудь аниме. Хотя, опять же, это не стилистика аниме. Но простым языком, это вот такой комикс аниме, который ожил. Это для понимания. Но, опять же, вы можете сейчас видеть вырезки из этого сериала у себя на экране и понять, подходит вам такая картинка или нет. Наперед забегаю. Даже если вам вдруг такая картинка не особо подходит, все равно время потратить на этот сериал нужно. Он интересен не только своей картинкой. Что еще важно для восприятия фильма? Ну, или кино, или мультика? Это атмосфера. И атмосфера, опять же, не только, которая идет через картинку. А атмосфера, которая идет через музыку. Так вот, здесь тоже все на уровне. Здесь нет каких-то конкретных композиций, которые хочется прослушивать по 10 тысяч раз у себя в плеере. Просто атмосфера безысходного, при этом притягающего такого, располагающего, но убийственного космоса. Космическая одиссея, космическая ода, можно это так обозвать. Атмосферно. У нас есть картинка сюрреалистической планеты, контрастные краски, непонятная логика этой планеты. И музыка, вот эта космическая ода, которая то громкая, то тихая, растекающаяся, или иногда взрывающаяся. И вот она нас погружает в этот мир. Работает это все слаженно, гармонично. И смотрится, и звучит все хорошо. Ну, а что у нас по персонажам? Да при чем тут даже персонажи? В чем сюжет-то? О чем мультик? Почему он интересен, помимо музыки и картинки? Тут можно просто любимую группу включить и на любимую картину, например, посмотреть. Здесь другое, да, все-таки нас интересует. Ну, помимо всего прочего, сюжет. В чем же суть? Есть грузовой межзвездный корабль Диметра. Он бороздит бесконечность космоса. В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной. И терпит, ну, не крушение, а аварию возле планеты Веста. И часть экипажа, которая находится в необиозе, не в абиозе, точнее, или как это, в общем, она не спит, она не в капсулах. Вот эта вот часть команды эвакуируется с корабля и попадает как раз на планету Веста. И с этого, в принципе, у нас стартует сериал, как люди пытаются выжить на живой планете. Они, маленький спойлер, сажают все-таки дистанционно Диметру. И вот весь сериал показывает нам, как люди по этой планете идут к своему кораблю, чтобы разбудить своих коллег, свою команду и улететь с планеты, потому что нахер на такой планете существовать. Так как планета тебя сожрет, планета живая, как в некоторых обзорах текстовых ее описывают плотоядная планета. Она не то чтобы плотоядная, для понимания, что мы видим. Мы видим людей, которые пытаются понять странную для нас логику планеты. То есть у нас есть камень, который рождает птичку. Эта птичка своими крыльями лечит ягодку, а эта ягодка рожает динозавра, который впоследствии пинает камень, чтобы тот родил уже не птичку, а краба. Ну это образно, это не прям сцена из-за сериала, но там показывается вот такое взаимодействие на планете, планеты с самой собой. То есть логика, которая для нас как бы непривычна, она нелогична. Это мир другой. Здесь большой плюс создателям, что они попытались и все-таки у них получилось показать другой мир. Именно другой мир. Ведь в этом самая большая сложность, когда мы смотрим фильмы про космос, про путешествия, про пришельцев, про взаимодействие с ними. Сложно показать то, что нас может удивить. Потому что в основном мы показываем пришельцев, похожих на людей. Они говорят понятным языком. Они в пространстве ориентируются примерно так же, как мы. Здесь все-таки показана другая логика. Здесь другое. Здесь что-то происходит. И ты думаешь, ну а зачем нам это показали? Почему это здесь? Почему этот процесс, который не влияет никак на сюжет, он просто здесь? А потому что? А потому что нам показывают планету, которая в рамках нашего, скажем так, миропонимания, она выделяется. Это другой мир. Это другая планета. Она живет по своим правилам. И мы для нее чужаки. И мы просто наблюдатели. Мы падальщики, а точнее барахольщики, как мне кажется, которые существуют. И вот через этот странный, естественно агрессивный, потому что непонятный мир, главные герои пытаются пройти до корабля. Героев у нас и немало, и немного. У нас есть пара, которая капитан корабля и женщина-биолог, если я не ошибаюсь. Они в одной капсуле разбились. Ну как разбились, выжили. Есть еще женщина. Вот ее профессию, к сожалению, я не помню. Она, по-моему, технарь. И вместе с ней робот. И есть еще один мужик, который тоже главный инженер. Вот они вот три точки, скажем так, высадки. И вот с трех точек идет три параллельные истории, как они пытаются вот, я уж повторяюсь, найти корабль Диметра, который они посадили. Вот им надо туда попасть. В принципе, все. Весь сюжет. Вроде бы просто путь из точки А в точку Б. Но простые сюжеты правят миром. Возьмем Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега. Опять же, путь из точки А в точку Б. Возьмем космическую Одиссию 2001 года Стэнли Кубрика. Тоже путь из точки А в точку Б. Но вот как этот путь показан, это нас и затягивает. Так вот здесь нас, как я уже сказал, затягивают атмосферной музыкой, затягивают нестандартной для нас рисовкой, красивыми контрастными красками, при этом пастельными, которые не режут нам глаза. И показывают взаимодействие людей со странностями и странной планетой для нас, как для людей. Поэтому царство падальщиков, оно же царство барахольщиков. Опять же, я считаю, что царство барахольщиков звучит правильнее для нас. То есть, если переводить уж со смыслом, то я считаю, что царство должно быть все-таки барахольщиков. Вот посмотрите сериал. Можете со мной поспорить в комментариях. Но до того, как не смотрели, не спорьте. Не надо мне говорить, что вы английский знаете лучше, чем я. Я его не особо хорошо знаю, уровень всего А1. Но в данном конкретном случае я считаю, что адаптация как царства барахольщиков именно по мысли, по идее, которая заложена, будет намного правильней. Ну что ж, это основное, что я хотел сказать в данной рубрике «Рышкин смотрит» касательно царства падальщиков. Надеюсь, я вас не утомил. Надеюсь, что после данного ролика вы обратите свое внимание на данный мультсериал. Опять же, он небольшой. Всего 1 сезон, 12 серий, там по 20-25 минут. За 1-2 вечера просмотрите, получите удовольствие. Особенно, если вы любитель научной фантастики. Если не любитель, как минимум это творение, оно нестандартно для того потока контента, который мы сейчас получаем. И вы хоть как-то разнообразите свой, я не знаю, мир, свой взгляд на голубой экран. Относительно продолжения, небольшая ремарка от себя, я надеюсь, что продолжения не будет. Для меня сериал завершенный. Понятное дело, что тут сейчас без спойлеров, поэтому будет так абстрактно. Понятное дело, что всегда можно что-то напридумывать. Потому что, ну потому что, ну посмотрите, поймете. Но, как по мне, вот закончена история, есть 12 серий, нам все, что надо было, основное показали. Дали драму, не драму, вот это все можно завершать. И еще небольшая ремарка от себя, вам тоже для понимания, что пропагандирует данный сериал. Ведь, ну, произведение, искусство или просто какое-то действие, оно всегда что-то пропагандирует. В данном случае я здесь вижу два таких основных момента. Первый момент, это как раз показать, как человек, в принципе, взаимодействует с миром. Что он у себя представляет в непонятной для него ситуации. Какие он делает решения, действия. Ну, такая вот философская часть, да. То есть, человек идет к человеку. Ну, опять же, как космическая Одиссея 2001 года. Как апокалипсис сегодня Фрэнсиса Фордкоппола. Вот такая вот идея, как мне кажется, здесь заложена. Я с создателями не общался, с ними в сауне не пил. Не знаю на сто процентов, что у них в голове. Но я думаю так. И второе, это, как по мне, здесь такая фемповестка в хорошем плане. Не вырвиглазная, не такая, что вы должны быть за женщин. Женщины лучше, а все остальное херня. Нет. Просто показывается, что женщина это все-таки сильный человек. И не без этого. С хорошей точки зрения показано, потому что нам показывают ситуации, где надо быть сильным. Посмотрите сериал. Опять же, если вы со мной не согласны, комментарии. Ну, а на этом все-таки, я думаю, наконец-то все. Затянул я с этим роликом. Обязательно подпишитесь на канал. Я надеюсь, что такого рода контент у меня еще будет выходить. Если этот ролик зайдет, я думаю, Рыжкин смотрит, точно получит продолжение. Ставьте комментарии, точнее прописывайте комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на остальные мои соцсети. Особенно на телеграм-канал. Я его достаточно активно веду. Намного активнее, чем канал на ютубе. И на этом все. С вами был Данил Рыжкин. Смотрите хорошее, правильное кино. Ну, а для этого смотрите рубрику Рыжкин смотрит на моем канале. Не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дизлайк. Я этот ролик записываю уже не первый день. Естественно, не с первого дубля. У меня с этим, я не знаю, какая-то странность. Видимо, вселенная говорит, что хорош, снимай, просто как ты по городам, по провинции путешествуешь. Я очень надеюсь, что вот этот финальный результат выйдет у меня в монтаж. Я его выложу 12 декабря 2023 года. В 11 лет, скажем так, своего видеоблогинга. И это как-то даст мне толчок на дополнительные, я не знаю, силы, чтобы продолжать что-то снимать. Помимо влога, вот так вот показывая эстрадным образом города России. Вот эти вот странные монологи в конце видео. Зачем люди это делают? Как сеанс у психотерапевта, да? Чтобы просто выговориться, типа тебя кто-то слушает. Но так легче становится, немножечко шиза, но, знаете, работает. Продолжение следует... Продолжение следует...